Информационный партнер программы журнал маркетинг менеджмент лучшие идеи для вашего бизнеса здравствуйте вы смотрите программу да у бизнеса и с вами я сергей турко мы сегодня будем обсуждать книгу мобильный маркетинг и будем обсуждать ее самим автором который готов рассказать все о том как это работает в россии и в мире это вообще редкий случай когда вообще в россии автор наш написал хорошую книгу да и и пришел сюда в студии леонид добрый день привет ну вот смотри сколько маркетингов да было у нас а тут еще мобильный маркетинг появился вот как вы дожили такой жизни что там особо интересно почему именно мобильный маркетинг сейчас является самой такой главной фишкой о которой ну вот никому не стоит забывать мне кажется что не зря я зашел специально в книжный магазин перед нашей записью передачи я посмотрел какое количество книг на тему маркетинг вообще стоит на полке меня особенно порадовали книги маркетинг 3.0 возможно скоро у нас появится 4.0 5.0 ну то есть те вещи которые действительно будут продолжать наши движения все в мире идет по спирали мы в рекламном мире в котором я имею честь так или иначе крутиться всегда оперируем таким понятием как внимание потребителя если когда-то это внимание потребителя было приковано исключительно к телевизору и радио то сейчас это внимание полностью разбросано по гигантскому количеству информационных источников будь то интернет с ноутбуком который мы приходя на работу открываем и начинаем смотреть там в контакте одноклассники или же другие устройства мобильный телефон это то самое устройство в которой мы смотрим на текущее состояние вот времени те данные которые google показывает в своих презентациях порядка часа как минимум я могу путать час в день час в день это то время которое человек смотрит в телефон не не разговаривает не это самое интересное в этом что 83 процента времени он смотрит молча то есть он взаимодействует с устройством он не разговаривает по телефону компьютер да по сути дела фактически он я спрятал свой 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 телефон потому что мне проще всего показывать это он смотрит в этот экран и экран мобильного телефона становится главным основным экраном который когда-то пальмопилен пальма первенства была у телевизионного экрана сейчас это конечно же интернет в дальнейшем персональное устройство мобильный телефон смартфон в первую очередь как раз сколько таких людей вообще много это может быть московская такая тема или еще по стране я могу ответить следующим образом 60 процентов аудитории настоящий момент все-таки это традиционные пользователи фичер фонов наши бабушки наши дедушки наши мамы и наши папы это конечно же те люди которые не вступают в хватку за последний iphone 5 как я например они пользуются телефоном с фонариком как я это называю то есть телефон с кнопочками у которого возможно есть дополнительная фича поэтому именно не называются фичи фона об этом я пишу в книге это огромная прослойка которая сейчас вот самое большое ожидание в принципе рынка именно мобильных технологий связано как раз этими людьми то есть они будут переходить на более сложные модели самое интересное случится в тот момент когда мы начнем дарить нашим родителям бабушкам и дедушкам новые модели андроидов 1 там нет уже скажем так хотя бы с доступом к какому-то аппстору либо google play магазину приложений и они потихоньку потихоньку когда они подешевеют наверное все таки они достаточно все верно среднего рынка в настоящий момент мы опять же очень ждем когда средняя цена устройства будет ниже чем 150 долларов и эта цена фактически откроет ту самую гигантскую плотину которую мы все так ждем то есть в свое время вот этот порог наверно все доллары перешли обычные мобили и телефоны именно за этим начинается массовое распространение ну соответственно получается уже через зрители скоро да очень скоро все это произойдет это например в принципе не перейдут такую цену то есть всегда будет какие-то топовые решения которые вот но образно говоря айпад он не будет стоить 150 долларов но всегда найдется какой-нибудь китайский аналог который будет предоставлять такое же удобство получения информации это гибридная модель вот я объясню в принципе разницу между планшетным например устройством к которым относится айпад я думаю что мы до этого может быть дойдем хорошо но если приводить все-таки на тему маркетинга то есть получается что скоро рынок ждет еще больший вал таких устройств как только чего надо готовиться бизнесмена потому что это же все-таки для компании да то есть допустим мы заказывали рекламу все время в газетах потом допустим телевидение интернет реклама теперь получается надо заточиться под этот большой растущий сегмент да какие вот у вот представьте ситуацию что нас смотрит руководитель среднего бизнеса допустим это там сеть ресторанов допустим да вот что ему стоит делать как ему окучить вот эту большую аудиторию есть два пути которых опять же два пути которые по которому может пойти такого рода владелец бизнеса я описываю об этом в книге как две дорожки это продуктовая модель сервисная модель чуть-чуть буквально для телезрителей потому что это ключевой аспект вообще всей этой мобильной темы есть два отличия фактически этих дорожек если налево пойдешь пойдешь по пути создания продажа с дмитрием репина обсуждали про бизнес-модели вот в мили маркетинге две бизнес-модели до продукты сервис продукт это когда вы создаете свой собственный инстаграм или свой собственный фейсбук и вы идете по дорожке образно говоря по которой уже проторили такие известные российские компании как например mail.ru или яндекс когда они создали свой собственный продукт они стали популярным скажем так востребованным продуктом и они дальнейшем монетизируются зарабатывают да на том что есть огромное количество людей которые этим продуктом пользуются это примере вот кто у нас у нас это вконтакте например и мобильная версия вконтакте это естественный скажем продолжатель дела бесплатный большого да все верно и пути монетизации в такого рода дороги они базируются не на продаже приложений за 1 доллар или за 0.99 а зато у вас получается огромные миллионы сидят в аудитории то есть у вас получается вы создаете свой собственный огромный телевизор и в этом телевизоре есть люди которые не просто смотрят первый канал например каждый день эти люди интерактивные они очень часто скажем взаимодействуют с этой площадкой и фактически любой сайт который привлекает внимание у которого есть большой поток посетителей он продает рекламу и таким образом зарабатывает сервис все-таки это когда вы обслуживаете нужды скажем так традиционного бизнеса и вот здесь как раз я верю в то что будет огромное количество новых мобильных приложений которые нам упрощают жизнь сегодня когда я ехал в студию например я пользовался совершенно естественно сервисным приложением яндекс навигатор который рассказывает мне что мне осталось доехать до студии 17 минут и у меня происходит соревнование с этим решением потому что я пытаюсь приехать за 15 минут моя задача это приехать в нужную точку из точки а в точку б как можно скорее есть сервисное обслуживающее меня приложение которое снимает с меня головную боль такого рода головные боли в нашем мире это купить билеты определить например какая какой цвет кухни лучше и в например если говорить про кейс стадии про пример успешных приложений то у ей например есть сервисы которые позволяют используя камеру телефона сфотографировать например вашу комнату и представить как на ней как на ней будет выглядеть новый диван даже понятие то есть допустим если вернемся к примеру там какой тебе удобный пример там там с тем же самым за эту точкой да вот питание там ресторан что что и вот макдональдс это типичная проблема ресторана у которого существуют пиковые нагрузки огромное количество людей которые приходят например утром или вечером это два пиковых таких потока или в ашане в субботу воскресенье и как мобильный телефон может помочь сокращение времени на обработку заказа благодаря тому что например можно считывать штрих-код товаров вы можете использовать с помощью телефона например да какие-то обычный штрих-код да да не qr-код ну мы используем те технологии которые сейчас широко распространены например можно стоя у кассы в ашане отфотографировать предположим я придумываю сейчас концепцию мобильного приложения большую часть товаров и уменьшить время которое стоя у кассы да мы вынуждены простаивать или же например опять же все мы знаем что у макдональдса есть мобильные опять же кассиры которые стоят с помощью специального устройства и принимают заказы еще в очереди для того чтобы вы не тратили время у самого ну вот у самой как это деск у самой кассовой линии такого рода и решения они на стыке технологий и массовых технологий вот смотрите как только у каждого из нас например будет новый телефон у которого есть внутри чип который называется nfc near field communication это новая технология то проходить через метро можно прикасаясь буквально все ты вот таким вот образом оплачивая скидку оплачивая телефоном это следующая степень удобства которая есть это вот например в этом устройстве уже есть и более того телефон samsung galaxy s3 взаимодействует с карточкой метро он умеет ее считывать нужна инфраструктура да получается работа мы говорим про проблему стандартов потому что как сам чип например такие телефон должны получить очень широкое распространение и после этого московское правительство принимает решение о том что хотя бы 5 или 10 процентов населения начинает пользоваться потихонечку потихонечку как снежный ком эта технология начинает обслуживать то есть мы идем по сервисной модели становится популярным и здесь всегда 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 есть проблема стандартов потому что будет образно говоря apple будет samsung а мы здесь пока наверное еще мы с вами находясь скажем так в россии пользуемся теми наработками этими стандартами которые как правило на общем мировом уровне принимаются рабочими группами эти рабочие группы не касаются маркетинга но они определяют дорогу по которой маркетологи до начинают использовать но представьте себе мы например делали какие-то вещи связанные с рф айди метками тогда еще когда они не были стандартизированы скажем так можно прийти в бар отметиться на баре с помощью телефона снять чуть-чуть денег даже фейсбуке можно опубликовать метку о том что ты выпил бокал пива хайники например с помощью телефона с вами этими заполнен да и сейчас все больше и больше мы видим как раз рекламные метки которые фейсбуке появляются благодаря такого рода технологиям это очень круто здесь как раз существует несколько уровней мобильного решения фактически я говорю про большие бренды которые получают например огромный охват когда они делают такого рода бесплатное приложение но это все вещи делаются как бы скажем так вот не по воле человека да то есть не идея в том что засыпать вот тебя допустим ведешь телефоном и тебе там сразу возникают какие-то там окна да то есть или нужно сознательно выбрать что мне это интересно да мне это важно то есть это как бы демократичная все это прелесть нашего мобильного мира в том что все таки мы начинаем переслушиваться обычная реклама же она навязчиво да обычная реклама навязчиво вчера например сидя вечером настраивая мобильное телевидение билайн тв с помощью коробочки которые я купил домой и установил к телевизору я был просто погружен в пучину страсти шел получасовой сериал про какие-то реалити-шоу которые я не смотрю просто я 6 лет не смотрю стараюсь оберегать свой мозг от телевидения но тут я уже включился и я понял что не могу фильтровать информацию кроме как не выключив кнопку выкл никакого образно говоря вариантов вмешательства у меня нет мы буквально недавно рассказывали каким образом google в мобильной рекламе может такую кнопку включить она ященко у которой брал интервью рассказывала о том что google реализовал в мобильном показе рекламы функцию не показывать больше эту рекламу то есть вы можете влиять и сегментировать сами что показывать что не показывать если вы купили land rover то второй land rover вам не нужен четко следующие два года я думаю что о том каким образом все-таки бизнесу добиться проникновение на мобильные телефоны да не навязчиво мы эту мысль разовьем а чуть попозже после небольшой рекламной паузы которую нам сейчас надо уйти рекламная пауза информационный партнер программы журнал маркетинг менеджмент лучшие идеи для вашего бизнеса здравствуйте вы смотрите программу да у бизнеса и с вами я сергей турко мы продолжаем разговоры мобильном маркетинге и вот этой книги которую написал леонид бугаев креативный директор nordic agency а.б. мы завершили разговор перед перерывом о том каким образом о том что мобильный маркетинг вещь демократична что никто не будет навязывать да в телефоне ничего не будет всплывать до пользователи будут добровольно случае необходимо ставить предложение или там те или иные вещи а теперь мы вернемся к тому что делать бизнесмену допустим со всеми видами вариантами вот этих возможностей которые ты впервые в россии описал в этой великолепной книге ну вот представь себе вот перед тобой сидит там не я не знаю там кто там руководитель магазина там да и еще очень часто происходит маленькая мысль да до сих пор мне кажется что вот такое пространство для совершенствования потому что допустим если я иду там по улице я ввожу в поиске не этом место там покушать да то мне не выходит список ближайших точек не может выйти там чебоксары зачем нет надо вот давай представим себе таких реальных людей но у меня действительно очень часто приходят владельцы бизнесов которые являются клиентами нашего рекламного агентства и они спрашивают каким образом в общем нам использовать текущую ситуацию и как мы можем использовать преимущество мобильного маркетинга на самом деле ответ очень простой найдите проблему вашего потребителя с чем чаще всего приходят к вам люди в настоящий момент и что является причина их недовольство потому что опять же есть два вида задач первое это привлечение новых клиентов и второе это удержание текущих удержание привлечения как то уже все верно на самом деле как раз инструменты мобильного маркетинга о которых я рассказываю в этой книге в этой книге они больше как раз предназначены для второй аудитории для увлечения в более тесное взаимодействие активных покупателей но давайте представим есть автосалон который торгует японскими автомобилями и каждый день туда приходит определенное количество людей например это просто люди с улицы которые пришли посмотреть а кто-то из них пришел сделать техосмотр кстати автосалоны совершенно не продвинулись я захожу на сайт и выберите ваш город где вы находитесь а я в москве но это всего лишь вопрос нескольких лет пока их агентство которые обслуживают мобильные сайты либо еще не внедрили вот функции которые позволяют определить сам стандарт опять же html5 который позволяет это сделать появился недалеко год назад без технических подробностей что директор что делать делать хорошо делать посмотреть на то где больше всего есть проблем и посмотреть и озвучить эту вот зону неустроенности своему агентству который обслуживает вас в настоящем где нам допустим проблем каких очереди опять да вот мы уже коснулись их типичная проблема в медицинском бизнесе 60 процентов потерь денег которые зарабатывают стоматологи это из-за того что люди забывают элементарно прийти на прием просто потому что они не записали себе в что мне нужно прийти к стоматологу и проверить свои зубы и элементарно система пусть это кажется рудиментом ну как бы вот из старой путь это смс который отправлено сегодня в 9 утра о том что пожалуйста леонид не забудьте у вас в 11 часов прием вот пример из жизни у меня сегодня полезная вещь у меня сегодня к счастью организаторы моего будущего выступления которое произойдет сегодня вечером в московском доме центральном доме предпринимателя мне позвонили и сказали что пожалуйста не забудьте там что в 19.00 у тебя выступление если бы они этого не сделали я бы искренне верил в том что это будет послезавтра но вот такого рода напоминание извещение да извещение некого регулярной сервисная программу о том что пройдите пожалуйста техосмотр у вас 60 тысяч на счетчике а а значит что что значит счетчик сам высылает а в принципе более того сейчас автомобили volvo уже линкуется с мобильным приложением volvo которая совершенно бесплатно распространяется в общем это те следующие очень удобные интересные штуки которые то что я называю упрощение жизни насколько проще и легче живется в принципе да упрощение не завалит ли нас инструкционный поток то как обычно больше всего в принципе проблем связанным связанных с мобильными устройствами в том что мы все начнем бороться за внимание человека у которого есть один единственный маленький экран пусть это будет даже большой широкий красивый следующий какой-то смартфон но это относительно небольшой экран в котором будут постоянно происходить какие-то события будь то сообщение купи батон от приложения которые одноименные собственно так и называются батон даже на отправляет например какое-то сообщение или например напоминание самому себе о том что завтра у тебя очень важная презентация перед клиентами хорошо допустим напоминание да это явно ценная вещь что еще более глубокий контакт с потребителем представьте лояльность что опросы всякие нет даже так если например в предыдущем мире для того чтобы скажем так усадить человека за предыдущий мир я всегда вот произвожу в водораздел как раз старый мир без мобильных телефонов в текущий как он у меня есть в настоящий момент это уже с мобильными телефонами мне для того чтобы прийти пощупать автомобиль в автосалоне точно так же нужно было приехать записаться на тест-драйв поехать туда поговорить с менеджерами сделать несколько кругов по городу в общем сделать определенные ну как бы действия в реальном мире сейчас смотря скажем так я не могу исключить ситуацию с тест-драйвом это лучшая процедура продажи как она есть но пощупать посмотреть машину 360 градусов досмотреть как она внутри сделать смену колес это то что мы сейчас делаем например для нескольких автомобильных брендов в мобильных приложениях получается уже шаг такой чуть-чуть в эту самую дополненную реальность который ты записал дополненная реальность это огромный скачок который опять же уже есть отеля расскажи немножко потому что я думаю не все в курсе потому что я лучше сказать до тех пор пока у тебя в книге не прочитал в принципе так сказать вот реально так не понимал что такое но если популярными словами попытаться объяснить термин дополненная реальность то у нас с вами есть глаза которые скажем воспринимает информацию из нашего окружающего мира и благодаря любому решению например смартфону вы можете эту реальность дополнить то есть у у телефона есть камера и телефон дополняет реальность каким-то построенным изображением например он говорит что до кремля у нас есть расстояние в например две с половиной тысячи метров слева пойдешь найдешь магазин такой-то справа пойдешь и он показывает буквально реальный мир но с указателями сколько осталось метров до каждого терминатор 2 фактически мы говорим про то что джеймс камерон в своем эпохальном фильме терминатор 2 действительно показал каким образом дополнена реальность существует в 2012 а вот эти вещи это конечно хай-тек такой они вообще где-то вот в россии хорошо так здесь всегда в комментарии россии используются кто-то вот такие решения продает оказывает да в этой серии да я знаком как минимум с четырьмя компаниями которая делает такого рода решение что вспомнил знаешь какая есть вещь примерка одежды здесь как раз да то тебя фотографирует камера я слышал такую идею да и понимают твои размеры все и четко тебе выбирает вещи которые те с мало того что подойдут еще и пойдут ну и более того в следующих опять же решениях вы можете подойти к телевизору у которого есть камера вверху и подключиться к шоуруму магазина посмотреть все последние новинки вот перелистать фактически с помощью вот этих жестов это все таки модели и посмотреть на себя фантастики лет уже вот вот и менять реальность для тебя потому что разработчик а вот вот я могу допустим какое предложение должен загрузить чтобы это я отвечу словами гибсона если я правильно вспомнил фамилию автора будущее всегда уже вместе с нами просто у него неравномерное распределение то есть я наверное живу все-таки в 2017 2020 году просто потому что я отчаянно стараюсь передвинуть этот будущий мир а кто-то из нас живет по-прежнему в 2008 потому что у него нет интернета и вообще он не пользуется мобильными решениями и для меня этот человек уже его на расстояние то образом привлечь то есть показать ему эти преимущества которые он получит дополнительные сел все-таки потратиться на хороший смартфон вот что обычный потребитель вот это как-то анализировал в целом по рынку вот чем люди пользуются нам покушали до приехали в офис расписание да покушали мы уже говорили да это мобильный поиск какие еще функции которые вот я жизненный я так ну да нет проблем а расскажу историю своего персонального помощника антон в какой-то в момент стал счастливым обладателем айфона пусть это не 4 фон пусть это 3 фон но все равно это хорошая сильная машинка он сказал что я не могу себе позволить купить тарифный план мобильного интернета и в итоге у вас получается такая ситуация как у стругацких наверное когда у вас есть замечательный аппарат откуда-то со звезд из планет который попал ваши руки но вы всего лишь не нажали кнопку которая его активирует и фактически это кусок металла потому что с телефон у которого нет доступа к интернету либо хотя бы через вай фай либо через мобильный интернет с помощью сим-карты определенного оператора это кусок железа потому что сила как раз мобильного маркетинга в том что у вас есть треугольник как я его называю треугольник который дает вам максимум того о чем я вам рассказываю это железо фактически iphone это программное решение мобильное приложение и это связь вот связь это самый главный сейчас настоящий момент узкий узкая бутылочка на горлышко который не позволяет нам пользоваться всем покрытие да там трижей тогда верно если отъехать от москвы или от петербурга или от казани на несколько десятков километров то скорость соединения будет такой что большинство мобильных скажем так решений будет не работать то есть это пока единство ограничивает распространение мобильных решений существует равномерное скажем так 5 5 проблем которые постепенно поднимают скажем так вопросы мобильного маркетинга в нужное состояние это память процессор энергия связь и ну connectivity можно разложить на две составляющие проще а то тогда сколько лет примерно да ты уговорился сказать скоро будет правильно сколько лет когда без мобильного маркетинга вообще в принципе будет уже никуда потому что потребитель но все будут вот только так вот до ходить посмотрим вспомним открутим назад я для того чтобы смоделировать мобильные телефоны сколько прошло наверное ну года три с момента когда это вот перестали пульс единицами когда более или менее масса но еще дорого и потом когда я на открытых мастер-классах которые очень часто веду как раз которые касаются мобильного маркетинга показываю картину проникновения мобильных телефонов это самый показательный пример конечно же мы можем говорить про 70 какой-то год когда в америке военные начали тестировать эту технологию пошло это дело все-таки в начале 90-х но про россию про массовый спрос я люблю вспоминать скажем так свою собственную ситуацию когда я купил первый сименс он был большой черно-желтый потому что монохромный дисплей это был 2001 год конечно же артемий андреевич лебедев который дружил с билай нам нас одна минута осталась носил огромный телефон мтс еще в 98 году но массы уже пользовались как раз тогда за 10 лет сколько сколько лет за 10 лет мы прошли этот путь и к сейчас кажется как мы жили вообще без этого вот точно также я даю порядка пяти лет как раз поправкой на то что ты говоришь с сокращение времени на развитие технологии то есть следующие пять лет будут показательными и самое интересное здесь что тот кто не успел и тот кто фактически думает что эти изменения технологические пройдут мимо него он окажется на обочине прогресса и его бизнес вынужден будет потом что меняться очень быстро либо он просто отличная 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 мысль которая стоит завершить нашу великолепную встречу уважаемые зрители смотрите пять лет примерно леонид предсказывает что у нас осталось чтобы освоить если вы бизнесмены да все преимущества мобильного маркетинга а эти потребители то те преимущества которые это отрасль до технологические решения несет вам для вашего же собственного удобства леонид большое спасибо что у нас был большое спасибо что рассказал о своей книге сегодня мы говорили о книге мобильный маркетинг с леонидом бугаевым оставайтесь с нами до свидания